Специалисты осматривают каждый объект, начиная с детской площадки и заканчивая школами и детскими садами. Социальные объекты находятся в плачевном состоянии. Многие не ремонтировались с момента постройки, а это 50-60-е годы. Есть даже те, что отстроили еще до начала Великой Отечественной. К примеру, пристрой начальной школы в Старобешево появился в 1937 году. С тех пор ремонт здесь не проводился ни разу. Вы можете представить какое-то древнее здание? Оно выглядело, конечно, очень-очень уже нехорошо. Нам его изменили. Это одно из лучших на сегодняшний день зданий в нашем поселке. Любуемся и мы, и родители, и дети. Эта школа одна из центральных. Здесь учатся более 400 детей, в том числе беженцы из Донецка. Все конструкции имеют предельный износ. Полы, стены, система отопления и водоотведения. Здесь нужен большой капитальный ремонт. Поэтому школы ремонтируют поэтапно. В прошлом году заменили кровлю, отремонтировали фасад, входные группы и поменяли окна. В этом приступят ко второму этапу. Отремонтировать полностью внутренние классы. Это коридоры. И здесь есть точно так же маленький спортзал, в котором начальные классы занимаются. Поэтому его тоже будем ремонтировать. В общем-то, внутренняя отделка, замена полов. Самая объемная работа будет. За полгода это уже шестая поездка зампреда Евгения Луковникова в Старобешевский район. Под его контролем идет о восстановлении жилых домов, пострадавших от обстрелов. Поменяли сотни окон и дверей. Восстанавливают балконы и фасады. В квартирах и подъездах усиливают стены металлоконструкции. Меняют полы и инженерные сети. Все стараются хорошо и пока не удовлетворитель. Только в прошлом году в Старобешевском районе отремонтировано 52 объекта. По словам зампреда, отремонтировать все невозможно, ограничены в деньгах. Поэтому в первую очередь предпочтение отдают социальным объектам и системе ЖКХ. Ее износ сегодня почти 100%. Жители района получают воду только два раза в день, утром и вечером. Поэтому новый водовод тоже строит он жизненно необходим. Чтобы его ремонтировать, надо будет весь водовод остановить минимум на три дня. Ну, это если без проблем все пойдет. У меня предложение на пластик, мы можем без остановки сделать. Ну, то есть рядом табу положим. И просто перевеску себе сделать, да? Ну да. Я давай. Новый водовод строит подрядчики из Бурятии. Они обещают, что к началу лета жители уже смогут пить воду без ограничений. Чаще всего к восстановлению объектов привлекаются местные подрядные организации из соседней Ростовской области. Рабочим приходится трудиться в сложных условиях. Ведь военные действия даже на освобожденных территориях не прекращаются. Плюс ко всему кадровый голод. Естественно, накладывались разные проблемы. Это и то, что идет все-таки война, была мобилизация. Но нам удалось оперативно решить вопрос с правительством республики. В Донецкой часть рабочих получили бронь. И, в общем-то, предприятие развернулось с работами. В общем-то, на Старопешевской школе номер один работали шли довольно-таки неплохими темпами. Для актуализации списка объектов на этот год специалисты осматривают каждый, начиная с детских площадок и детских садов. Сегодня в списке значится 62 объекта. Сюда включены три школы, четыре детских сада, две поликлиники, три спортплощадки и столько же объектов культуры. Пять участков дорог и восемь километров сетей водоснабжения. Восстановление идет как за счет республиканских, так и за счет федеральных денег. Напомню, Бурятия помогает восстанавливать Старопешевский район Донецкой Народной Республики с прошлого года. Мария Латышева, Елена Власова. Видео предоставлено Пресс-службой инфраструктурного блока. Пресс-службой инфраструктурного блока.